Детей планируют только после 30. Россиянки все чаще откладывают рождение первого ребенка. Это отрицательно сказывается на уровне рождаемости. В стране заявил ТАСС директор Института Акушерства имени Академика Кулакова Геннадий Сухих. По словам нашей девушки, следует тенденциям Северной Америки. Сначала они стремятся получить образование, часто не одно, затем найти работу и сделать карьеру. Появление первенца таким образом откладывается до 30-35 лет. Акушер-гинеколог, директор женского медицинского центра Татьяна Кузнецова считает, что с точки зрения врачей в этом нет ничего страшного. Они просто взяли пример с других стран, где сначала строили карьеру, гражданские браки долгие были, а потом уже они решались на то, чтобы завести ребенка. Когда я рожала, мне было 31 год первый раз, мне написали старая первородящая. Раньше 28 лет была пожилая первородящая, а после ее уже 28 лет называлась старая первородящая. По Акушерству все было направлено для того, чтобы все рожали именно в возрасте от 22 до 27-28 лет. И считалось, что дальше будут какие-то осложнения. Ничего подобного. Осложнения могут быть и у роженицев в 18 лет, и в 20 лет. Сейчас женщины вообще помолодели по сравнению с тем, когда считались вот эти сроки. Сейчас считается во всем мире, что совершенно нормально, когда в 30-35 лет женщины рожают первый раз. После 36 лет здесь больше может быть осложнение во время родов. Но сейчас и кесарево сечение делают чаще. Планирование ведения беременности на более высоком уровне. Если есть осложнения, все склоняются в сторону оперативных родов. Но это ничего страшного. У жены Роберта Кеннеди было 11 детей, из них было 9 кесарев. Татьяна Кузнецова, гендиректор компании InfoWatch Наталья Каспирская, полагает, что откладывая рождение первенца женщины рискует лишить себя счастья повторного материнства. Хорошо это или плохо. Природой женщине мало лет отведено на лет рождение. Поэтому если ты начинаешь позже, ты можешь много не успеть. И поэтому и семьи с большим количеством детей, в общем-то, тоже становятся редкостью. Противозачаточное средство играет свою роль. Образование, люди долго учатся, потом они предпочитают начать поработать, потом еще что-то поделать и как-то откладывают, откладывают ребенка. С одной стороны, более серьезно относятся к материнству, чем 17-летняя девчонка. А с другой стороны, да, есть какие-то там определенные проблемы со здоровьем. Наталья Каспировская-Русиенко затягивает с рождением первенца из-за карьеры, неуверенности в прочности своего гражданского брака и стремлений, что называется, пожить для себя, считает профессор кафедры социологии, семьи и демографии, социологического факультета МГУ Александр Синельников. Когда-то, еще не так давно, действовала такая норма, что каждая девушка должна выйти замуж, и лучше раньше, чем позже, и родить детей тоже особенно не откладывая с этим делом. Девушки, у которых даже не 25 было, где-то там 23-24 года, они уже переживали на предмет того, что все их подруги замужем и детей имеют. Сейчас это откладывание брака и рождения первого ребенка уже не осуждается общественным мнением, осуждается только полный отказ от того, что от другого. Да это не очень жестко. Повышается же процент бездетных браков. Положительный момент, то знаете, какой есть? Для того, чтобы по-настоящему полюбить своих детей, надо понять, как плохо их вообще не иметь. Это момент, я бы сказал, положительный. Обычно матери, поздние дети, они самые любимые, это всем известно, но они, между прочим, и самые избалованные. Может появиться еще один момент, подталкивающий к откладыванию ребенка. Повышение пенсионного возраста для женщин. Дольше ждать того момента, когда бабушка выйдет на пенсию и сможет с этим ребенком сидеть. Александр Синельников, согласно статистике, средний возраст россиянка при рождении первенца в 2017 году составил 28,5 лет. В прошлом году рождаемость снизилась более чем на 5%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова